что за александр и откуда это сергиев посад сергиев посад понятно так как у вас фамилия то портненко 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 да да значит посад сергиев посад да 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 а как вы на меня вышли я давно вас знаю вы у меня мои друзья я вам даже писал мы хотели приехать женой к вам жена у меня баптистка она в америке а я здесь в россии и мы хотели в деревне к вам жить приехать вам сколько лет 50 так я хочу сразу предупредить вас у нас все записывается выставляется в интернет что у вас противоречий нет никаких нет 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 ну хорошо так что жена она сама-то желает к вам приехать ну да да она приезжает киев я начал приезжать киев а когда мы с вами переписывались вы о жене мне говорили это когда было давно вы у меня в друзьях уже много лет я помню помню этот разговор то это уже года два прошло да да у нас братство серафима роуза серафима роуза братство понятно я больше зарубежной церкви я зарубежной церкви не московской патриотики так а я вас прошу сейчас вы жене наши данные можете дать чтобы она как-то вышла и можно было с ней побеседовать ну да конечно конечно вы мой skype то знаете номер то вот по москве можно звонить с трех ночи с трех ночи до 17 00 по москве это мое время но воскресенье там с утра то не будет мы в храме будем я слушаю может что у вас тут есть сказать я хотел вас по поводу крещения я крестился в детстве не было 12 лет и у меня не было погружения не было погружения то есть крещение получается не было не было не было и я попросил священника чтобы меня покрестил у меня не было крещения чтобы полным погружением и он совершил надо мной обряд но у меня не мазал миром а просто совершили собрать без миропомазания рядом человека крестил его мазал он не был крещен а меня как обряд надо мной совершали, уже мазали миром. Он все сделал, только не мазал и погрузил. А погрузил? Он вас погрузил? Да, трижды погрузил. Все, а вас помазание не надо, потому что, когда вас неправильно крестили, помазание было. У нас тоже помазание над такими не совершается. Это таинство. Оно не повторяется. А погружения не было, значит, еще и не было. То есть я теперь крещеный, получается. Да, получается так. А кто крестил вас? Священник? Да, священник, но он московской патриархии, но он за штатом. Но он не запрещенный? Не, не запрещенный. Ну, вопросов нету, все нормально. А вот такой вопрос я хотел узнать. Человек, который вот, сейчас я получается крещеный вот только сейчас, 50 лет. Да. А то, что было у меня до 50 лет, это смыто крещение? Грехи нет уже их? По смыслу только так. Потому что 22 глава 16 сих, Деяния апостолов. Вы записывайте себе. Я бы мог с вами не говорить на крещение, а просто отослать на другую тему, но тут вы необычный такой вопрос задаете. Мне приходится с каждым новым клиентом, говорится, с собеседником то же самое повторять. Вот. Деяние 22 16. А сейчас, минутка, ручку возьму. Деяние 22? 16. Вот смотрите, когда он сам о себе рассказывает, Саввл шел, и его сиял свет. И он упал, три дня был слепой, не видел ничего. И в это время, через три дня, где он там сидел, в какой комнате, приходит к нему Ананя. Ананя это епископ города Дамаска. И Ананя ему, я маленько по-другому начну говорить. Вот я спрашиваю баптистов, скажите, у вас прощение грехов покаяния, они говорят, ну да. А у них получается учение, все, что Бог дает, и инженер. А крещение, это как значок, который прилепить. Я говорю, в крещении грехи прощаются? Нет, нет, у них не прощаются. Почему? На это и правильно. Они не священники, поэтому там таинства никакого нет. У нас таинство. Я говорю, вот Саул покаялся, он прощенный, да, прощенный. Это все говорят, все. В Америке, я был где одинаково. Ну, Ананя пришел уже к прощенному через три дня. Конечно, теперь слушайте. Он заходит к нему, говорит, брат Саул, уже братом назвал, встань, крестись и омой грехи твои. Крестись и омой, омой. Ты не омытый в грехах. Они друг у друга Библии листают, и у тебя так, брат, написано, как же оучили. Я говорю, теперь смотрите, Деяние апостолов, 2.38, запишите. 2.38. Петр говорит, что нам делать, мужи, братья? Это Петру говорят. Он говорит, первое, покайтесь. Запятая. Не говорит, покайтесь для прощения грехов. А говорит, покайтесь. А потом, запятая. Второе. И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Что-то ничего не видно. Да-да, я вас... Выбивает, у нас снег идет. Что случилось-то такое? Ну да, снег идет, выбивает связь. Мы говорили о крещении. То в крещении, по православному мужчине, прощаются грехи. Вот все. Значит, прощение, которое вы приняли в 50 лет, по смыслу Писания, прощается все, что у вас было. И вы начали новые жизни. Так что... Вот такой вопрос, если можно. А вот говорится о том, что, может быть, священники, епископы должны быть иметь одну жену, быть муж одной женой. Это говорится о том, что не должно быть второго брака, или просто должна быть одна жена. Ну, одна жена, это вообще у христиан такое. Это не то, что для епископа. Одновременно четыре у мусульман можно. У гражданин сколько потянет. Да, человек, если он дважды женат, он получает, ну, второй раз женат. Он не может быть. Не может быть. Смысл такой. Если это было у него, когда он уже был крещен. А если он был неправославный, и у него что там было, и он принимает крещение, то он, ну, женится, там или не женится. Если женятся, у нас такие были, он у баптистов был. У него жена там у баптистов. Но он обратился, полное крещение они приняли, как раз при епархии. И он стал священником. Это разрешается. Не одобряется, но допускается. Потому что то, что было, оно не таинство. Вот как смотрят. То есть жизнь начинается вот сейчас. Получается так. Иногда говорят так. Вот к нам приезжают священники, неполное погружение крещеное. Что-то у вас замкнуло там опять. Вам не слышно? Вы слышите меня, Александр? Нет? Вот так, значит, рассматривается. Что было до крещения, как говорится, списывается. Но иногда бывает ситуация довольно необычная. Он женился там, по-баптистски венчался, а потом уверовал. Уверовал. Но бывает, она с ним не согласна. Она живет где-то у него в Америке, допустим. Ну, мало ли как бывает в жизни. Но они жили. И эта жена считается у него законной. Хотя больше он в православии венчаться не будет. А иные думают так. У него что-то были нелады. Он обратился. Ну, приметил себе уже здесь заранее. И теперь то-то баптистка не считается. У меня будет первый брак. Да мало-то еще и священники потянет. Это не пойдет. Это игра. Ты должен теперь до самой смерти считать законной супругой. Там, где ты расписался, не расписался. Но баптистка это венчание, хотя она не имеет той силы, но она у тебя узаконила мужем. Перед Богом произносились слова. Тут надо быть очень строгим. Потому что вот это женитьба, это все запутано в церкви. Там целые папки бракоразводные. При живом муже, как Пугачеву, несколько раз она там венчается в храмах. Это беда. Огромные папки. По канонам нельзя. Священник отказывается венчать. Ну, решает епископ. Епископ добрый очень, то есть беззаконник. Он разрешает. Бывает три жены. Все живые, со всеми венчанные. Я сам очевиден. Это у старообрядцев делают так. Это иначе, как назвать, беззаконием нельзя. Никакого брака нет. При живой жене написано, что прелюбодей. Это 1 Коринфянам, сейчас 7.39, послание к римлянам. Если выйдет, муж умрет, написано, она свободна выйти за кого хочет, только в Господе, то есть за верующего. Тогда она свободна. А сколько раз вот умер, ну, его взяли где-то там, аварийно, он умер. Три. Четвертого брака в церкви нету. Хотя нормально, она свободна. Ну, бывает, только в первый день поехал на мотоцикле, а раньше еж был высокий, такой, она сзади на сиденье. А кто-то натянул проволоку, он как разогнался, ей как резануло по горлу. Он едет, а жена еще за него держится, уже мертвая, голова позади осталась. Ну, ему-то всего только 18 лет. Ну, прошло сколько времени, женился, со второй несчастья случилось, заболело. А у церкви-то, второй брак, это для того, чтобы не было нечистоты, их венчают в церкви, на два года обоих отлучают от церкви сразу, от причастия. Если в третий брак, на пять лет отлучаются, четвертого нету. Просто его нету, и он не может быть. А для Ивана Грозного шесть может сделать. А перед Богом-то разницы нет, ты царь или просто люди. Вы опять не слышите меня, наверное? Как жалко. Да, да, очень. Хорошо, хорошо, разъяснили все. Спаси Христос. Ну, вы поняли, да? Да, да. Тут не надо играть, надо построже к самому себе относиться. Да, да. Я хотел бы потом еще, я тут в казачестве, мы хотели поговорить по поводу фашизма, русского фашизма, и немецкого национал-социализма. Я знаю, что вы в этом вопросе сведомы, насчет фашизма. Ну, я этим жил, я материалом остался, 14 лет работал над этой темой, меня судили за нее. Маленько голову повыше сделать, чтобы вас видно, вот так, вот так. Да, да, потому что у нас тут казачество Краснова, Краснова, атамана Краснова. Да. Он воевал на стороне Германии, и поэтому у нас тут есть и русские фашисты, и вот эта тема, я знаю, что вы понимаете в этом вопросе, я хотел бы, чтобы атаман поговорил с вами, чтобы вы ему разъяснили некоторые вещи. А где он, этот человек? Ну, он подойдет позже, атаман, потом мы перезвоним, и мы запишем вопросы. Вы говорите, я сейчас отвечу, потому что сейчас полтора часа пройдет, я уже в храм ухожу, вечерин начнется у нас. Не, ну я потом, потому что связь была хорошая, чтобы можно было все это поговорить. Ну ладно, я скажу, сейчас у нас два часа, а я буду в семь. Это еще пять часов надо добавить. Ой-ой-ой, связь какая плохая. Да-да. А что у вас такая связь? Можно подумать, что вы в глубинке где-то находитесь. А, потому что снег идет, снег идет, и телят. Да что у вас, снег мешает связи? Ну да, оно видно забило, видно, волны проходят, и проходят, и поэтому связь плохая. Сегодня связь плохая. Интересно. Да, антенны, наверное, забили. А вы сказали, что потом где-то вы на другом будете в компьютере, что лучше связь будет вечером? Не-не, просто может пройдет погода, изменится, и будет хорошая связь. Это очень плохая у нас запись. Да. Никуда не годится, прямо в шестер-тый раз. Да, будет лучше связь, я перезвоню вам, мы договоримся с вами, чтобы поговорить. раз вам этот вопрос хочется отложить, отложите. Еще что у вас есть? Ну, я запишу потом вопрос, и скажу вам, задать. А вы Дмитрия Дмитриевича Васильева знали? Руководитель общества память. Ну, Атаман его знал, Атаман знал, хорошо. Да, это они тут боролись там все это с евреями, да, вот, тоже, а ему, статья у него была, он говорит, я фашист, и этим я интересен людям. Заголовок такой был. Ну, да. Атаман хочет с вами поговорить. Я с вами разговаривал. Главное, люди-то хорошие они, но не по-христиански. Что они делают, там отделяются, настраивают, это их право, они свободные люди, но к христианству это никакого отношения не имеет. Никакого. Не надо думать, что фашист хорошо, а коммунист плохо. Это одно и то же слово. Фашия означает связка, пучок. Общее. И коммунизм то же самое. Не фашизм плохо, не фашист, а кому этот, называют, национал-фашизм. Само слово фашист, оно не несет никакой отрицательной энергетики, как говорят, как и коммунист. А вот именно социал-коммунист, вот это, ну, мы, больше никого нет, остальных под нож, но явно, что от сатаны. Тут надо просто до конца увидеть. Иногда говорят, а вы фанатик? Фанатик это очень похвальное слово. Вы не слышите уже? Хорошо, мы тогда перезвоним, когда будет лучше связь, поговорим. Ну, хорошо тогда, вечером сегодня, да? Не, не сегодня вечером, будние дни, понедельник, вторник. понедельник, вторник это, ладно. Для меня-то удобнее было бы, вот как я говорю, через пять часов, вечером, если вы... если связь наладится, если лучше будет, ну, чтобы можно было... А то меня просто не захватить, и у нас тут снег идет, я могу быть на улице, там, со снегом борьба идет. У нас тоже снег убирают. Так, ну, первый вопрос хотелось мне сказать, у вас отношения-то с женой хорошие сейчас, или... Не, ну, у меня прекрасные отношения с женой, прекрасные, да. Мы венчаны, мы венчаны православной церкви, хотя она баптистка, хотя она баптистка, но нас венчали православной церкви, потому что баптисты исповедуют Троицу Святую. Баптисты исповедуют Троицу, они правильно верят? поэтому меня венчали, князя Сергия венчали, Елизавета Федоровна, она не была православная, но князь Сергий был православный, их же венчали, и так и меня, меня венчали православной церкви, у нас хорошие отношения. Скажите, вот в прошлый раз, когда мы с вами уже знакомы были, вы в каком костюме были одеты? Не в белом? В другом. В другом. Ну, в другом. мне что-то так, я сейчас вспоминаю, как вы говорили, жена, и вроде вы были в белом костюме. Не, ну, мне был белый костюм. А какие-то, какие-то необыкновенные, вы такие данные мне сказали о себе, что вы могли сказать? Ага, замкнуло опять. Да, жаль, конечно.